Добрый день! Добрый день! А именно в шумеро-акадистику, что именно Вячеслав Селдич сделал в этой области. Но прежде чем говорить об этом, я хочу сказать о том, что мы, наше поколение ученых, оказались в радикально новой экзистенциальной ситуации, потому что мы лишились одновременно Топорова и Иванова, которые ушли в довольно краткий для истории промежуток времени. И это потери очень существенно, потому что они были теми двумя высшими инстанциями, к которым обращались все представители российской гуманитарной науки, так или иначе имеющие дело и с языком, и с литературой, и с искусством, и с философией, и с семиотикой. Эти два человека служили одновременно камертонами нашей работы и теми высшими инстанциями, куда можно было обратиться за разрешением особо трудных вопросов. Или, например, если ты уяснил что-то в своей частной области познания, то ты всегда мог обратиться к ним для того, чтобы они это разъяснили на более высоком уровне, на уровне присутствия данного мотива или данного стиля, или данного смысла во всей мировой культуре. Поэтому, конечно, говоря о значении Иванова и Топорова для нашей науки и нашей культуры, можно сказать следующее. Их направлением была лингвистическая антропология культуры. И в нашей российской культуре они играли одновременно несколько ролей. Во-первых, они были определителями и вдохновителями перспективных направлений в науке, прежде всего в лингвистике. Во-вторых, они отбирали перспективную информацию о прошлом. Серебряный век был так богат именами, что люди не знали, за кого браться. В первую очередь, Топоров своими исследованиями русской литературы помогал обнаружить этих авторов. И таким образом русская культура узнала Василия Комаровского, таким образом в России узнали о романах и о стихотворениях Кондратьева, Крыжжиновского. И, конечно, мы видим, что и Топоров, и Иванов были информаторами российской гуманитарной среды о высших достижениях западной науки и философии. В каждой их крупной работе содержался как бы дайджест современной западной мысли. И когда люди читали, то им можно было не обращаться в Анион за какой-то дополнительной информацией, можно было прочитать ту библиографию, которая встречается в работах Топорова и Иванова, и сориентироваться в своей предметной области. Вот в качестве информаторов они были всегда очень оперативны. Конечно, мы видим, что оба Ани пытались объединить историко-филологические подходы с естественно-научными, идти от лингвистики в область нейрофизиологии, в область психологии, биологии, приматологии и так далее. Их интересовало устройство человеческого сознания равно как и устройство памяти, индивидуальной памяти и коллективной памяти человечества. Но помимо того, что они занимались наукой, они также имели очень серьезные отношения с философией. И в частности, в трудах Топорова можно видеть преломление многих идей отца Павла Флоренского, особенно в книге «Святости святые» в духовной культуре Древней Руси, где он часто ссылается на Флоренского. В поздних работах Топорова, конечно, виден отзвук идей Кёйпера по поводу родовой памяти и архетипов родового сознания, то, что Топоров прекрасно показал в книге «Странный тургенев». В последних работах по теории мифа Топоров неоднократно обращается к бытию и времени Хайдегера, которого он называет Гейдегер. И из бытия и времени он постепенно приходит к своей концепции пространства и текста, соотношения энтропии и эктропии в культуре. Здесь ему Хайдегер очень серьезно помогает. И точно так же мы видим среди трудов Вячеслава Всеволодовича Иванова целые большие статьи, например, статью под названием «Вернацкий и история Древнего Востока», где он очень подробно останавливается на передовых идеях Владимира Ивановича Вернацкого, который еще в 30-е годы, можно сказать, праведчески углядел древнейшую цивилизацию в Сирии и фактически предсказал будущие находки на территории Эблы. Огромное количество идей Вячеслава Всеволодовича Иванова связано также с полуфилософией и полутеологией Теяра де Шардена. В целом можно сказать, что Иванов работал в области философии ноосферы. И поэтому эти два крупнейших ученых одновременно были и выдающимися мыслителями. Они, несомненно, были философами, они, несомненно, были связаны с традицией русской религиозной философии равно как и с традицией русского космизма. Но все это они делали через лингвистику, через литературоведение, через исследования в области семиотики. И именно поэтому оба они, Топоров и Иванов, были новыми мифологами, которые сумели связать индоевропейстику, нейрофизиологию, теорию традиций, теорию фольклора, какие-то дисциплины, связанные с философской герминевтикой. И в результате появилось нечто вроде новой мифологии гуманитарной науки, что и не хорошо, и не плохо, а что является очевидной данностью. Мы можем говорить о мировоззрении Топорова, мы можем говорить о мировоззрении Иванова и о тех направлениях, где философия объединяется с наукой под влиянием этих двух мировоззрений. Поэтому то, что мы потеряли, это потеря не просто гениев мирового уровня, а это потеря людей, которые задавали камертон всей российской гуманитарной науки и оставили очень живой, очень яркий след в науке мировой. Хотя, конечно, в первую очередь их интерес был повернут в сторону России. И они в той же самой мере являлись исследователями, как и просветителями. Вот то, что я хотел сказать об их значении и о той потере, с которой нам теперь придется смириться, потому что в высшую инстанцию обратиться не к кому. Теперь я перехожу к своему докладу. Вячеслав Селдович Иванов принимал очень активное участие в мировой ассириологической жизни. Он постоянно делал доклады на всемирных конгрессах ассириологов. Он на протяжении 40 лет переписывался с Игорем Михайловичем Дьяконовым, с которым его объединяла человеческая дружба и понимание и разъединяли способы решения научных проблем и ответы на научные проблемы. Поэтому Вячеслав Селдович спорил с Игорем Михайловичем даже после смерти Игоря Михайловича. Он постоянно возвращался в своих докладах к этим дискуссиям. Они были для него важны и плодотворны. Когда Вячеслав Селдович жил в Лос-Анджелесе, то он подружился с Робертом Энглундом, крупнейшим в настоящее время специалистом по протошумерской письменности и по теории письма вообще. И через Энглунда он стал изучать древнейшие письменности, и в том числе те письменности Ближнего Востока, которые предшествовали появлению клинописи. Также мне хорошо известно, что Вячеслав Селдович посещал в Америке семинары профессора Бучилати по Вавилонской теодицеи и вообще по Ближневосточной религиозной этике. И отсюда в его статьях довольно много частных наблюдений, которые вышли из идей Бучилати. Ну и я уже не говорю о том, что Вячеслав Селдович находился в тесных отношениях с Игнациусом Гельбом, астериологом и крупным историком письма. Существует их переписка, он неоднократно ссылается на Гельба в своих работах. И, конечно, Дьяконов и Иванов с разных сторон были всегда собеседниками Гельба. Для истории астериологии это очень важная деталь. Итак, первый аспект, к которому я хочу обратиться, это змееборчество. В книге «Исследования в области славянских древностей» Топоров и Иванов пишут, Нинурта стал бросать камни, лежавший у входа в подземное царство кур, тигр. Они преградили путь горько-соленым водом. И дальше довольно большое количество параллелей они приводят. Мардук и Тиамат, убийство змея Лаббу, Гельгамеш и Ивах, Гельгамеш и Хувава. Это змееборческие сюжеты месопотамской клинописи. Это очень важная часть их книги, потому что они показывают, что змееборческий мотив был характерен для культуры древнего Ближнего Востока в той же самой мере, в какой он характерен и для культуры индоевропейских народов. Однако, надо сказать, что именно в пересказе этого сюжета о Нинурте и победе над Оссагом два автора делают ошибку. Они пишут, что камни преградили путь горько-соленым водам и что здесь действия преграждения воды, сами воды, могут быть положительными, отрицательными. В результате преграждения горько-соленых вод наступило половодие. Это, конечно, неверно, потому что речь идет о пресных водах тигра, которые раньше беспорядочно наступали на поля, а теперь Нинурта стал их по специальному каналу подавать непосредственно на участки, где рос ячмень. Главным же мотивом змееборчества для шумерского периода, вообще для третьего тысячелетия, является мотив борьбы с горами. И вот, когда я понял, в чем принципиальная ошибка Топорова и Иванова, это помогло мне сформулировать уже на материале клинописных текстов довольно четкую закономерность развития змееборческого мифа в клинописи. Для третьего начала второго тысячелетия характерны горы борчества, то есть борьба с чудовищем гор, преграждающим путь пресным водам. На этом этапе наблюдается функциональная змеевидность героя и противника, то есть и Нинурта, и Осак в некоторых своих функциях называются змеями. Это не случайно. Дело в том, что если мы прочитаем старошумерские царские надписи, то мы увидим, что там постоянно говорится о походах царей в горы и о борьбе с враждебными горными племенами. А цари ходили в горы, конечно, для того, чтобы привезти оттуда строительный камень, строительный лес, которого не хватало в Месопотамии. И возникали конфликты, возникали вот такие войны, которые отразились в мифологических текстах третьего начала второго тысячелетия. Это конфликт Месопотамской равнины и гор Загроса. Причем интересно, что это был конфликт между существами одного возраста, потому что чудовище по имени Осак было фактически названным братом Нинурты. Это было такое же божество, которое сотворено богом Анном, но оно об этом не догадывалось. Это было существо, пребывавшее в диком варварском состоянии. Однако они были людьми одного поколения. Но с середины второго тысячелетия змееборчество приобретает совершенно другой оттенок. Появляется огромное количество мифов о борьбе с морем. И черты змея начинают приписываться противнику героя. Сам же герой от этих черт освобожден. Возникает конфликт между поколениями, между старшими и младшими, и в этом конфликте старшие объявляются змееподобными существами, с которыми нужно вести борьбу и которых нужно уничтожать. Если мы посмотрим на это с исторической точки зрения, то речь идет уже о борьбе за господство на морских водах, на Средиземном море, в Версидском заливе. И вот освоение морских пространств, морской территории, оно приводит к изменению образа врага. Отныне противник героя становится сам похож на воду, он извилист, он изгибается, и в этом образе его уничтожают. Когда я стал заниматься вот этой эволюцией змееборческого мифа в шумеро-аккадских текстах, то стало ясно, что змееборчество было основным календарным мифом древней Месопотамии. Потому что на всем протяжении клинописной традиции с третьего тысячелетия по конец первого тысячелетия главный новогодний праздник древней Месопотами это праздник змееборческий. Сперва это праздник битвы Нинурты и Осага, который приходился у шумеров на апрель-май, а потом уже вавилонский период это битва Мардука и Тиамат, которая приходилась на март-апрель, на месяц Несан. И таким образом весна была самым значимым периодом Месопотамского календаря. И главным элементом, смыслообразующим элементом этого периода был змееборческий миф, змееборческий ритуал. Конечно, вот таких результатов, которые были обобщены в моей докторской диссертации, не удалось бы достичь без работ Вячеслава Вселыча и Владимира Николаевича. Прежде всего, без книги исследований в области славянских древностей. Второй аспект, о котором я хочу сказать, это исследование шумеро-аккадских мифов в евразийской перспективе. Ну, широко известно, что во многих своих работах Вячеслав Вселдович говорит о мифе о разорителе орлиных гнезд, который он сопоставляет с параллельными кетскими и амиринскими мифами на ту же тему. Но что интересно? Интересно то, что в шумеро-аккадской традиции этот миф как бы расщепился на два подмифа. Первый подмиф – это мотив одаривания птенцов лугальбандой с последующей святостью этого героя. В результате благодеяния, которое он содеял птице Анзу, или по-шумерски имдугут, лугальбанда стал просветленным и небесные боги сделали его святым. И второй подмиф – это мотив разорения орлиного гнезда Гильгамеша с демонстрацией его последующего героизма. И вот здесь все заканчивается очень плохо, потому что Гильгамеш понадеялся на самого себя, на свою собственную волю, что в шумер-аккадских мифах всегда кончается очень плохо, нельзя надеяться на собственную волю, опираться на нее, а нужно действовать с благословения старших при соблюдении соответствующих ритуалов. Он ничего этого не сделал, и результатом стало то, что два предмета, которые он сконструировал из дерева, где находилось орлиное гнездо, провалились в подземный мир. И вот что же это за предметы? Вячеслав Севдович Иванов подробно исследовал этимологию аккадских слов «пуку» и «мику» или «мекку». Это два священных предмета, которые упоминаются в тексте «Гильгамеш, Энкида и подземный мир». Они сотворены именно из того дерева хулупу, в котором раньше помещалось гнездо, разоренное Гильгамешем. То есть разорение гнезда – это, безусловно, нарушение ритуального табу, за которое герой впоследствии поплатился. Но мы, астериологи, шумеры-аккадисты, до сих пор не имели этимологии этих слов. И тем ценнее предложение Вячеслава Всеволодовича вывести эти два слова от хатского «мувакку-пакку» «молот-клюшка». Этот предмет богини Катах-Цифури приносит кузнец из Нижнего мира Хашамиль. Вячеслав Всеволодович абсолютно правильно устанавливает, что и значение, и фонемный состав шумерской и хатской пар близки друг к другу. Кроме чисто типологического сходства, не полностью исключено и наличие исторической связи между Южной Месопотамией и Северной Анатолией в этот период. Помимо собственного языкового сходства, данные места шумерского и хатского текстов аналогичны по содержанию. В обоих случаях речь идет об орудиях, которые один мифологический персонаж, Энкиду или Хашамиль, должен принести из Нижнего мира для другого, для Гильгамеша или катахцифурика Мрусепы. Это очень важная гипотеза, которая пока толком не проверялась, но мы ей не можем ничего противопоставить, у нас нет никакой альтернативы, потому что ни в семитских языках, ни в шумерском языке нет ничего подобного этим словам, пуку и мекку, и нужно со всей серьезностью рассматривать версию Вячеслава Всеволодовича. Третий аспект вклада Вячеслава Всеволодовича в астериологию, это, конечно, его предисловие к книге в преддверии философии. Книги Франкфурта и Уилсона, и Якобсона, там четыре автора, два Франкфурта, Уилсон и Якобсен, которые он написал совершенно замечательное предисловие. В этом предисловии он фактически предсказал целое новое направление, которое сейчас развивается на наших глазах, а именно изучение тематических списков, словарных списков, как источников развития шумеро-вавилонской науки. Это совершенно поразительно, то, что он пишет. В шумерских, эблоидских, вавилонских словарных списках можно найти зародыши и научного подхода не только к описываемым фактам, но и к самому языку, на котором они описываются. Таким образом, сейчас в древнемесопотамских представлениях о роли имени и именования можно видеть реальное предвестие науки. Это не просто абсолютно правильно, но когда Вячеслав Всеволодович Иванов об этом писал, об этом еще никто не догадывался. Только теперь мы понимаем, что словарные списки были первой методологией описания мира в древних текстах. Только теперь мы понимаем, что их нужно рассматривать как первые, по сути дела, энциклопедии. И кроме того, мы видим, что в словарных списках уже содержатся определенные предпосылки для возникновения особого рода литературы, германифтической литературы, комментариев. И вот возникли два научных направления, которые сейчас развиваются. Это изучение словарных списков как первой методологии науки, и второе – это изучение вавилонской германифтики, комментаторской традиции, которая оказалась очень богатой. И из чего же Вячеслав Севнович сделал столь перспективные выводы? Он прочитал в шумерских и вакадских текстах, что наименование равнозначно сотворению, созиданию. Для развития самой шумерской вавилонской мысли понимание значимости имени обозначения было чрезвычайно существенным. Именно оно и вело к фиксации всех возможных обозначений в длинных словарных тематических списках специальных терминов. Вот, оказывается, к чему ведет мифологическое утверждение шумеров и акадцев о том, что если что-то не названо, то оно объективно не существует. Нужно зафиксировать мироздание в именах. А для этого имена должны быть зафиксированы, записаны полностью. И когда мы записываем имена, то мы начинаем разбираться в свойствах вещей, которые этими именами названы. Так возникает наука. Четвертое, я скажу об этом коротко, Вячеслав Селдович установил связь между вавилонской математической астрономией и научно-философским абстрагированием осевого времени. Он понял, что в астрономических текстах впервые были введены координаты времени, и что поздняя вавилонская математическая астрономия была вычислительной, и она предполагала развитое абстрактное мышление. Об этом Вячеслав Селдович говорил и в своем трактате и докладе на конференции по истории атомистики. Он связал атомизм осевого времени и вавилонскую вычислительную астрономию, что было абсолютно справедливо, потому что ученые этого времени искали мельчайшие элементы мироздания, которые могут быть постигнуты чисто рационально. В плане сравнительно типологических исследований истории научного знания это было бесценным открытием. Наконец, я перехожу к главному пункту моего доклада. Это очень важная статья Вячеслава Селдовича, которая называется надпись на протоиндийской печати из Ура. Вот перед вами печать типа Хараппы, то есть древнеиндийского типа, но из шумерского города Ура. И печать это с тремя знаками шумерской клинописи, которые, если вы присмотритесь, то эти знаки видны над изображением копытного. Вячеслав Селдович предполагает, что нужно читать эту надпись по-древидийски и читает ее как чак-куши и говорит, основу передает значение бык, бульвол, хлеб для крупного рогатого скота, приводит центрально-древидские параллели и пишет параллелизм надписей рисунка животного в этом случае неполный, так как на рисунке нет знаков пола. Но одновременно со своей версией, что ценно в этой статье, Вячеслав Селдович приводит переписку Кнорозова с Игнациусом Гельбом. Кнорозов посылает Гельбу эту печать и Гельб отвечает, что, скорее всего, тут что-то должно быть написано по-шумерски, а не по-древидски. Либо му-ку-би, либо шеш-ку-би, но что это такое, непонятно, а форма, скорее всего, шумерская. Но надо сказать, что и знаки тоже шумерские. И вот эта проблема, она длительное время остается такой повисшей в воздухе. Никаких альтернатив чтению, кроме совсем уж странных новодравицких, нету. Но современные индийские ученые, они пытаются все прочитать на индийских языках. Но вот я хочу предлагать свою, хочу предложить свою версию. сперва я дам критику гипотезы Иванова. Надпись на месопотамской печати в третьем-втором тысячелетии не поясняет изображение. На печать наносится имя владельца, которое служит подписью при сделке. Дравицкая гипотеза чтения харапских знаков не доказана. Тем более по-дравицки не могли писать в шумерском городе Ури, где обнаружена печать. знаки письма, как увидит любой сериолог, они, очевидно, шумерские. Следовательно, наиболее вероятно чтение на шумерском языке или на аккадском с шумерограммами. Вот что я предлагаю. Первый знак я предлагаю читать как шеш, второй знак как ку, третий знак би, и таким образом подтвердить одну из версий чтения гельба. Но гельба не смог обосновать, на чем основано это чтение, я это обосновать могу. Слово кубу обозначает в аккадском языке демонов и недоношенных детей. Существует множество имен оберегов с последним куби. Апель куби, наследник кубу, арат куби, раб кубу, ахат куби, сестра кубу. Такие имена встречаются в текстах из множества городов Месопотамии со старо-аккадского до средне-ассирийского периода. Первая часть имени на печати написана шумирограммой шеш, имя демона с лагами, как и во всех текстах старо-аккадского периода и третьей династии Ура. Стало быть, нужно читать по-аккадски ах, шумирограмма, шеш, куби, ах, куби, перевод брат кубу. Вероятно, это личная печать торговца, курсировавшего между уром и хараппой. Судя по написанию знаков, это время между старо-аккадским и старо-авилонским периодами, но ближе к старому вавилонскому. Если чтение первого знака не подтвердится, он написан не до конца, то последние два читаются абсолютно точно для любого астериолога. Куби. И ни в коем случае это не может быть прочтено последним ши, как предлагает Вячеслав Селдович. Никакого основания мы для этого не видим. Ну и я очень коротко скажу еще о вкладе Вячеслава Селдовича Иванова в изучение наследия Вальдемара Казимировича Шелейка. Его работа с наследием Шелейка началась в 80-е годы. Он сотрудничал сперва с Верой Константиновной Андреевой Шелейка, третьей женой Вальдемара Казимировича, потом с его сыном Алексеем Вальдемаровичем и с Тамарой Ивановной Шелейка, невесткой Веры Константиновной. И в результате этой работы в домашнем архиве сперва вышел первый сборник переводов Шелейка «Всходы вечности» с подробным предисловием Вячеслава Селдовича. Затем вышло еще несколько сборников стихотворений и фрагментов научных работ, в частности сборник «Через время». В 2003 году вышло сразу два серьезных труда Вячеслава Селдовича. Это перевод с немецкого двух статей Шелейка и републикация одной русской статьи в книге «Памятники и люди» издания Музея изображительных искусств имени Пушкина. Тогда же в 2003 году вышло издание писем Шелейка Кахматовой и Андреевой Шелейка с комментариями Вячеслава Всеволодовича. Именно Вячеслав Всеволодович Иванов определил место Шелейка в русской культуре Серебряного века, место ученого, переводчика и поэта. К этому подвигла его совместная работа с Владимиром Николаевичем Топоровым, и фактически это был следующий шаг после статьи Топорова о поэтике Шелейка. Можно еще много было бы говорить о разных аспектах вклада Вячеслава Всеволодовича Иванова в астериологию. Я хочу сказать, что мне очень посчастливилось сделать два проекта с Вячеславом Всеволодовичем. Во-первых, он написал большое предисловие к моему переводу шумерского школьного диалога «Спор зимы и лета». И это было результатом конференции в этом здании, вот здесь, конференции по Данилайтису. Второе, это переводы комментариев хетской именологии в моей статье «О сирийской именологии поздневавилонские гороскопы». Вклад Вячеслава Всеволодовича весьма велик, прежде всего исследовательский, а не только переводческий, хотя он полностью перевел хетскую именологию, но он показал, что строки хетской именологии совпадают с лексикой автобиографии Хатусилиса III, и поэтому нужно задуматься, откуда вообще происходит жанр именологии, не связан ли он каким-то образом с жанром автобиографии. Вот то, что я могу сказать о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, хотя можно было бы сказать о его предисловиях к книгам о литературе Древнего Востока, о его первой публикации по поводу раскопок Эблы, которая состоялась еще до выхода сборника «Древняя Эбла». Но во всех этих аспектах Вячеслав Всеволодович Иванов показал себя как квалифицированный филолог и историк Древнего Востока, а те проблемы, которые обозначены в его трудах, будут решать уже следующее поколение ученых. Спасибо. Мне кажется, что в таком случае как печать все знаки, которые передают имя владельца, они должны быть выписаны четко. То есть если вам удастся это, видимо, нужна непосредственно более детальная работа с самим памятником в Британском музее доказать, что там есть следы, которые указывают на то, что это скорее шиш, чем на му, потому что у меня знак больше похож на му, то тогда ну и второй момент собственно у нас же ну период здесь ближе наверное к массовым текстам это та же третья династия Ура там нету в антропонимике ничего похожего. Я уже сказал слово Кубу оно аккадское, оно не шумерское и вы можете посмотреть Чикаго с Силен Дикшнер там есть это слово Кубу значит это имя не шумерское вот если мы читаем Му Кубе ну ради бога значит будет Шум Кубе имя Кубу все равно я вам продемонстрировал какое количество имен с этим демоном недоношенных детей встречается поэтому не страшно если мы первый знак прочитаем как-то иначе в любом случае основа имени и грамматическая в том числе нам понятна это аккадская основа вот что касается самой печати то вы поставили очень правильный вопрос по-моему эта печать является уникумом она была изготовлена для человека жившего в Месопотамии но по хараппскому образцу значит она использовалась этим торговцем на территории хараппы но не исключено что эта печать была недоделана потому что подобных печатей мы больше не знаем это единственная печать хараппского типа из Ура понимаете значит они хотели наладить производство таких печати для наиболее активных торговых агентов но что-то у них не заладилось а может быть еще в хараппе потом что-то найдется на эту же тему но я думаю что это был какой-то черновик судя по тому как это исполнилось у них есть и за что-то это когда вы вы знаете это что-то что-то это